Сегодня мы поговорим с Вами о заболевании, которые без оказания медицинской помощи в 100% случаев приводят к летальному исходу. Бешенство – тема этого выпуска. Здравствуйте, мои хорошие! Бешенство – это острое инфекционное вирусное заболевание млекопитающих, поражающие центральную нервную систему и как правило приводящие к смертельному исходу. В медицине бешенство известно с древних времен. Первое описание этого заболевания у животных было сделано еще Гиппократом в V веке до н.э. А в I веке до н.э. Авул Корнелий Цельс, древнеримский автор трактата о медицине, подробно описал бешенство человека, назвав эту болезнь водобоязнью. Несмотря на все попытки ученых умов объяснить причину недуга, до самого конца XVIII века считалось, что развитие бешенства может провоцировать горячая пища, жажда и даже жаркая погода. И только лишь в XIX веке науке удалось связать заразность слюны животного с распространением заболевания. Что в 1885 году позволило французскому микробиологу Луи Пастеру разработать вакцину против бешенства, которая применяется и по сей день. Территориально вирус бешенства встречается почти по всему земному шару, за исключением некоторых островных государств, таких как Австралия, Новая Зеландия, Япония, Кипр, Мальта и другие. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, и ежегодно в мире бешенство уносит более 60 тысяч жизней. В России этот показатель колеблется в пределах 40-70 человек. Такая сравнительно маленькая цифра достигается своевременным оказанием медицинской помощи, иммунизации после контакта с больными и подозрительными на бешенство животными, которую получают порядка полумиллиона жителей страны. В основном заражение человека вирусом бешенства происходит в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов и слизистых оболочек. Однако не исключено заражение бешенством во время посещения пещер, густонаселенных летучими мышами, воздух которых содержит большую концентрацию вируса, и при употреблении в пищу обсемененных вирусом продуктов. Лисы, волки, грызуны, крупный и мелкий рогатый скот, лошади, собаки и даже кошки могут являться распространителями инфекции. Заразившееся животное становится потенциально опасным для человека ещё за неделю до появления первых признаков болезни и остаётся таковым в течение всего периода заболевания. Из диких зверей отдельно стоит отметить лис, которые в результате болезни теряют природный страх, часто проникают в населённые пункты и охотно идут на контакт с человеком. Хозяева собак могут заподозрить начало заболевания ещё на начальной стадии, когда животное теряет свой задорный нрав, перестаёт откликаться на зов хозяина и старается забиться в тёмный уединённый уголок. С момента наступления следующей стадии болезни собака становится чрезвычайно возбуждённой, лает без всякой причины, пытается сорваться с привязи, отказывается от нормальной пищи, начиная поглощать при этом валяющиеся на земле несъедобные предметы. В состоянии крайнего возбуждения собака теряет свой статус у лучшего друга человека, начиная беспричинно набрасываться на людей или других животных. Через 3-4 дня заболевание переходит в стадию поры леча и на шестой-десятый день болезни собака погибает. Намного более опасными для человека считаются больные бешенством кошки, которые практически с самого начала болезни проявляют чрезвычайную агрессивность, набрасываются на людей, медь и укусить в лицо, и других домашних животных. Бешенство у кошачьих протекает быстро и бурно, завершаясь смертью уже на 3-4 день. В случае с человеком, после проникновения вируса бешенства через повреждённые наружные покровы тела, первые симптомы болезни проявляются в течение 1-2 месяцев. В редких случаях инкубационный период может сокращаться до недели или затягиваться до 1 года и более, что зависит от места внедрения вируса, возраста укушенного, вида укусившего животного, размера раны, состояния иммунной системы организма и количества вирусных частиц, попавших в рану. В первые несколько дней вирус находится в месте внедрения, после чего центр стремительно начинает передвигаться по нервным волокнам со скоростью 3 мм в час и достигает центральной нервной системы, в которой происходит его дальнейшее размножение. В течение болезни принято выделять три периода – начальный, период депрессии, период возбуждения и паралитический период. В начальный период первые признаки болезни проявляются в области укуса или ослюнения, зажившая рана вновь припухает, краснеет и начинает сильно чесаться. Возникает общее недомогание, головная боль, может наблюдаться расстройство пищеварения, сопровождающееся сухостью в полости рта. Происходят первые изменения в работе нервной системы, выражающиеся подавленным угнетенным состоянием и возникновением беспочвенного чувства страха, появляются мысли о смерти. Больной плохо спит, сон, как правило, сопровождается кошмарными сновидениями, затем устанавливается бессонница, на фоне которой возникают обонятельные и зрительные галлюцинации. Через два-три дня с момента начала заболевания наступает период возбуждения. Апатия и депрессия сменяются беспокойством, сопровождающимся учащением дыхания, пульса, расширением зрачков и развитием таких симптомов, как боязнь громких звуков, яркого света, движения воздуха и воды. Гидрофобия, или боязнь воды, является одним из наиболее ярких симптомов этого периода. Больной испытывает сильную жажду, однако при попытке питья, а вскоре и при виде воды, и её журчании, даже словесном упоминании о ней, возникает чувство ужаса и крайне болезненные спазмы мышц глотки и гортани. Больной с криком откидывает назад голову и туловище, выбрасывает вперёд дрожащие руки, отталкивает сосуд с водой. Дыхание становится шумным, сопровождается болью и судорогами. Подобное состояние длится несколько секунд, после чего спазмы мышц проходят. В самом разгаре бешенства страдающие могут становиться очень агрессивными, царапать и кусать себя и находящихся рядом людей, кричать, ломать окружающие их вещи, проявляя при этом нечеловеческую силу. Подобные приступы сопровождаются помрачнением сознания с развитием слуховых и зрительных галлюцинаций устрашающего характера. После окончания приступа больной приходит в состоянии относительного покоя, сознание его проясняется, он способен здраво оценить своё состояние и вести адекватную беседу. Если в период приступов больной не погибает от остановки сердца или дыхания, болезнь за 2-3 дня до смерти переходит в паралитическую стадию. Наступает коротковременный период мнимого благополучия, исчезает страх, дыхание становится более свободным, проходят приступы водобоязни, а возникает надежда на выздоровление, именуемое «зловещим успокоением». Данное улучшение самочувствия достаточно быстро проходит. Резко поднимается температура тела до 40-42 градусов по Цельсию. Увеличивается частота сердечных сокращений. Наступает паралич мышц конечностей, языка и лица. Нарушается сознание. Смерть наступает в течение 12-48 часов в результате паралича дыхательного или сердечно-сосудистого центра. Общая продолжительность болезни составляет 3-7 дней, в редких случаях до 2-х недель более. К большому сожалению, до настоящего момента так и не удалось разработать эффективных средств лечения бешенства. Вся терапия направлена только на облегчение состояния. Если болезнь развивается и наступает первая стадия, и нового исхода, чем летальный, скорее всего не будет. За долгие годы наблюдения и тысячи безуспешных попыток вылечить бешенство известны всего лишь единичные случаи побед врачей над этим смертельным заболеванием после развития первых симптомов, которые в последующем не удалось повторить при лечении других пациентов. Однако это не значит, что человек, которого укусило бешеное животное, обязательно должен умереть. Есть способ предотвратить болезнь, не дав ей развиться и основан он на изобретении Луи Пастера, сделанного им более века назад. Человеку, укушенному больным животным, несколько раз делается инъекция ослабленного вируса, что позволяет создать достаточно стойкий иммунитет раньше, чем вирус бешенства достигает центральной нервной системы. Одновременно с вакцинацией в организм вводится препарат, содержащий уже готовые антитела к вирусу. Главное условие подобной профилактики – начало ее проведения не позднее двух недель с момента укуса. При своевременной вакцинации и соблюдении надлежащего режима гарантировано полное исключение дальнейшего развития заболевания. Сегодня вакцинация проходит для пострадавшего относительно безболезненно – это 5-6 уколов в плечо. Каковы же должны быть действия в случае, если Вас или кого-то из Ваших близких не дай Бог укусило, оцарапало или ослюнило животное, подозреваемое в бешенстве? Во-первых, тщательно, на протяжении 10 минут промойте рану под проточной водой, а затем обработайте ее любым антисептиком и наложите марлевую повязку. Во-вторых, без лишних промедлений следует обратиться в ближайший травмпункт, где врачами, на основании данных, которые Вы предоставите о напавшем животном, будет решаться вопрос о проведении вакцинации. Постарайтесь максимально точно описать животное, его внешний вид, поведение и все обстоятельства укуса. Если существует возможность отловить животное, его изолируют с последующим медицинским наблюдением на протяжении минимум 10 дней. В противном случае животное отстреливается и отправляется на исследование. При подтверждении факта бешенства или невозможности получить животный материал для исследований, назначается полный курс прививок. На протяжении полугода после вакцинации запрещается употреблять спиртные напитки, купаться в бассейнах, заниматься активным спортом и излишне переутомлять организм. Не болейте, ставьте лайки, заходите в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, подписывайтесь на канал. Здоровья Вам!